МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас у нас всё оборудование новое. У нас нет ни одного стоматологического установки старше двух лет. Глава округа проверил, как реализуется проект поликлиника-перезагрузка. Препараты нужны для того, чтобы препятствовать развитию болезни лайма. В Люберцах растёт число пострадавших от укусов клещей. Без происшествий всё было хорошо, стараемся не нарушать правила. Всё прекрасно и погода радует. В Малаховке прошёл фестиваль, посвящённый закрытию мотосезона. А теперь обо всём подробнее. В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено более 30 уголовных дел, 25 преступлений раскрыто по горячим следам. К осенне-зимнему периоду округ готов. Включение отопления начнётся уже в ближайшие дни. Что касаемо подготовки к отопительному сезону, на данный момент коммунальное хозяйство городского круга Люберца, тепловые сети, также источники теплоснабжения, все готовы на 100%, готовы к запуску. Как только поступит официальное разрешение ресурсоснабжающим организациям, сразу будут растоплены котлы и пущен теплоноситель. Продолжается реконструкция первого этапа Октябрьского проспекта. Его длина составила 473 метра. Мониторинг первого месяца работы эстакады показал, что время движения сократилось до 10-20 минут в зависимости от времени суток. Также рассказали о других работах, которые проходят на этом участке и новых завершённых объектах. Также продолжается работа по обустройству объездной дороги от стадиона Торпеды до улицы Волковской под путепроводом эстакады «Мальчики». Срок окончания работы 27, 11 и 23 года. Второй объект, который мы также открыли, и на котором бы хотелось отдельно остановить внимание, это разноурованный пешеходный переход через железную дорогу в районе улицы 2-я Красногорская. Пешеходный ход по данному объекту запущен. О проделанной работе отчитались также руководители управления охраны окружающей среды, здравоохранения и развития дошкольного образования. В конце встречи участники совещания ознакомили со спортивными успехами люберчан. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В посёлке Октябрьский находится производство и базовый склад металлопродукции. Компания «Брокинвестсервис» на рынке уже более 30 лет. С рабочим визитом предприятия посетил глава округа Владимир Волков. Эта сервисно-производственная компания – одна из лидеров российского рынка чёрного металлопроката. Работает с 1991 года и входит в десятку крупнейших металлотрейдеров России. Один вид деятельности – это чистый трейдинг металлопроката. То есть мы получаем большие партии с комбинатов производителей, разокомплектовываем их и обеспечиваем малыми партиями, комплектами металла в разные отрасли нашего народного хозяйства. Также компания занимается изготовлением мебельных и оцинкованных труб, лент и карточек из металла. Всё это можно использовать от мебели до теплиц. Компания предлагает своим клиентам комплексное решение в поставке чёрного металлопроката и предоставляет полный спектр услуг. Мы занимаемся сложными заказами и сервисами. Упаковка, доставка, комплектация. К примеру, мы комплектуем все магазины Московской области или ромер. Годовой объём продаж – более 815 тысяч тонн металла. Компания имеет стабильное отношение практически со всеми крупными производителями металлопроката России и стран СНГ, что позволяет поддерживать высокий уровень материальных запасов и обладать достаточным ресурсным потенциалом. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается возведение жилого комплекса «Новотомилино». В рамках масштабного проекта строительной компании «Тройка РЭД» в микрорайоне «Птицефабрика» сносят аварийные дома, а на их месте появляются современные многоэтажки и благоустроенные дворы. На каком этапе сейчас работы, выясняла наша съёмочная группа. На данный момент микрорайон «Птицефабрика» – это локация, где пересекаются две эпохи. По соседству с двухэтажными советскими бараками, современные высотки, детские площадки, а также зоны для занятий спортом. Но до конца года старых построек здесь уже не будет. Нами было получено на этой неделе разрешение на строительство двух корпусов. В рамках этого мы сносим жилые дома. Уже снесены три дома. До конца года осталось ещё девять домов. Таким образом, снос в этом году будет завершён. На очереди дома на «Птицефабрике-1 и 4». Жилые здания, построенные в 1946 году, признали аварийными. Семьи, проживающие в них, переселили в комфортные квартиры. На данный момент расселено 800 человек, более 300 семей. Люди переселяются в новые дома, построенные компанией «Тройка РЭД». Микрорайон очень сильно развивается, обновляется. В данном микрорайоне, помимо жилых домов, будет построена пристройка к школе. Это даст развитие и самому образованию, и качественному образованию. В новом жилом комплексе четыре многоэтажных дома уже введены в эксплуатацию. В рамках второго этапа работ компания «Тройка РЭД» возведёт ещё четыре жилые высотки. Проектом также предусмотрены социальные объекты, многоуровневые паркинги и реконструкция стадиона «Урожай». Уиза и Геозырян, Пётр Пономаренко, Артём Морозов, телеканал ЛРТ. Центральному поликлиническому отделению Люберецкой областной больницы исполнилось 50 лет. За полувековую историю медицинское учреждение постоянно совершенствовалось и сегодня, по многим показателям, считается одним из лучших в Московской области. В честь праздника в стенах поликлиники прошло торжественное собрание. Там работали мои коллеги. История этой поликлиники, которую в народе называют поликлиникой у Вечного огня, началась в 1973 году. Тогда она обслуживала жителей северной и центральной частей города. Маленькое учреждение с годами переросло в большой комплекс. Сегодня здесь базируется консультативно-диагностический центр, благодаря которому пациентам оказывают не только первичную, но и специализированную медицинскую помощь. Поликлиника на сегодняшний день пережила многое. И смену коллектива, и смену руководства. Но всегда здесь была команда. Была команда, которая делала одно общее дело. Команда высоких профессионалов. В адрес команды, которая работает в поликлинике сейчас, и людей, которые трудились здесь многие годы, прозвучали поздравления и слова благодарности. Символично, что ваш юбилей совпал с нашим юбилеем нашего любимого города. Я от лица главы городского округа Люберцы Владимира Михайловича Волкова поздравляю всех причастных к данному празднику с вашим юбилеем и желаю вам здоровья, вашим семьям, благополучия, тепла, семейного счастья и, самое главное, благодарных пациентов. В юбилей поликлиники по традиции чествовали лучших сотрудников и ветеранов здравоохранения. Виновникам праздника вручили благодарственные письма губернатора Подмосковья и главы городского округа Люберцы. Медицинских работников поздравили также творческие коллективы и артисты. 400 лет, 400 весен, 400 раз виден город мой осень, страницы истории, студницы, родные, любимые, любимцы. В Московской области реализуется проект поликлиника-перезагрузка. Это единый стандарт, который позволяет сделать медицинские учреждения более эффективными и удобными для пациентов. Программа стартовала в мае прошлого года. Однако в городском округе Люберцы есть объекты здравоохранения, в которых эта работа началась намного раньше. Один из них – стоматологическая поликлиника на юбилейной улице. Какие там прошли изменения, покажем в нашем следующем материале. Масштабное преображение Люберецкой стоматологической поликлиники началось в 2020 году. Когда во время пандемии коронавируса здесь принимали только экстренных больных, было принято решение не терять время впустую и заняться капитальным ремонтом. Здание, построенное в конце прошлого столетия, давно нуждалось в реконструкции. Отремонтированы все медицинские кабинеты, коридоры, места ожидания пациентов, замена оборудования. Оборудование. Сейчас у нас все оборудование новое. У нас нет ни одной стоматологической установки старше двух лет. Оборудование не только обновили, но и увеличили их количество. Если в 2018 году здесь было 12 стоматологических кресел, то сейчас их более 20. Кроме того, в поликлинике ввели новые методики лечения зубов. Расширили перечень хирургических и терапевтических услуг. Не, ну, конечно, стало однозначно лучше. Ну, очень чистая, хорошая, современная. Мощность поликлиники рассчитана на 175 посещений в смену. На сегодняшний день она полностью отвечает требованиям регионального проекта «Стоматология перезагрузка». В городском округе растет число пострадавших от укусов клещей. Ежедневно в травмпункт Люберецкой областной больницы обращается от 10 до 15 человек. В основном это грибники, которые в погоне за опятами сами становятся объектами охоты насекомых. Истории пациентов в нашем следующем сюжете. Итак, ваши клещи удалены. Они в этих емкостях. Держите. Клещей нужно будет сдавать в любые частные лаборатории. Это необходимо сделать, чтобы проверить насекомых на наличие инфекции. Пациент в травмпункте Сергей Черносвитов жил с двумя клещами в животе целую неделю. Поймал их в лесу во время похода за грибами. Незваных гостей на своем теле мужчина обнаружил не сразу. Ну, наверное, я не соблюдал все меры предосторожности и не проследил, чтобы майка была заправлена. Потому что клещи я ловлю не первый раз. Но обычно мы их сами устраняем, выкручиваем вовремя. А вот этого делать ни в коем случае нельзя. Самостоятельно вынуть клеща сложно, если раздавить насекомое, его же не возьмут на исследование. Вынимать его с помощью масла тоже не стоит. Клещ просто задохнется, но останется в ранге. В любом случае после укуса насекомого нужно обращаться к врачу. Врач, который принимает пациентов не только с живыми клещами, но и со следами укусов, потому что переносит заболевание в момент укуса. После чего пациента направляет к инфекционисту в поликлинику по месту жительства, назначая ему профилактическое лечение. Препараты нужны для того, чтобы препятствовать развитию болезни лайма. Клещи – переносчики болезни лайма и клещевого энцефалита. Если контакт с насекомым произошел на эндемически опасной территории, а в Московской области это Дмитровский и Толдомский районы, то пациента сразу отправляют в инфекционное отделение для проведения вакцинации. Люберцы в этом году побили рекорд по открытию новых объектов образования. На улице Урицкого распахнула дверь и школа на 825 мест, а в новых микрорайонах округа построили пять детских садов. Одно из дошкольных учреждений появилось в поселке Мирный. На торжественной церемонии открытия те, кто строил и ждал этот детский сад. Новому учреждению образования дали название «Звездочка». Самыми первыми для гостей праздника выступили его воспитанники. Вот этот сад – это продолжение нашего такого социального блока, блока строительства новых объектов. Задачу, которую поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, она успешно реализуется и в данном микрорайоне, микрорайон новый, развивающийся. Этот сад очень необходим. Владимир Волков вручил представителям строительной компании благодарственные письма, а застройщик, в свою очередь, передал символический ключ от детского сада заведующей Марине Комель. Я жительница этого района, люблю все, что здесь есть, всему рада. Воспитателям, естественно, терпение и сил, потому что это нелегкая и тяжелая работа. А детям радоваться детство, оно такое классное, и так быстро проходит. Новый детский сад рассчитан на 360 мест. Его будут посещать дети от полутора до семи лет. У каждой группы, а их 15, своя персональная детская площадка. Все оснащены резиновым покрытием. Есть спортивная площадка, площадка для футбола. Есть большая территория для прогулок. Будем сажать там лес, выращивать новый лес. Внутри детский сад тоже оснащен по последнему слову техникой. Просторные группы, коридоры, лифт, большой музыкальный зал и зал для занятий физической культурой, собственный пищеблок, медицинские кабинеты. Есть логопедические классы, а также группы для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Уиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберецком округе отметили День учителя. Педагогов и руководители учреждений образования награждали за заслуги в Инженерно-технологическом лицее. Как прошел праздник, расскажем в нашем следующем сюжете. Украшенная декорациями сцена, красивые наряды и счастливые лица педагогов. День учителя прошел с большим успехом. Поздравляли виновников торжества ученики и артисты. Вручали почетные грамоты и благодарности представители власти. Я поздравляю всех учителей, всех педагогов с вашим профессиональным праздником. Дай Бог всем здоровья, чтобы всегда профессионализм, задор и рвение к тому, чтобы сделать шаг вперед, у нас у всех всегда присутствует. Своей профессии учителя посвящают всю жизнь. Нет ни одного педагога, который не любил бы то, чем он занимается. Как важно, что труд ценят и есть день, который посвящен именно им. В этой профессии я уже работаю в одном учреждении. Это эмоции, это плесно, это эмоции, в жизни радость, но и, наверное, самое главное, это наши гибкие и умные детей, которые мы видим, хотим видеть, обнимательнее. Для кого-то это не только праздник, но и исполнение мечты. В День учителя люберецким педагогам вручили сертификаты на получение жилья. Среди них Анна Алексеевич. В профессии уже около 20 лет и не представляет свою жизнь без маленьких детей. Я очень люблю свою профессию. Это самая лучшая профессия, я считаю, в мире. Потому что, когда дети встречают тебя радостно и весело, и обнимаются, и счастье дарят, ты сам становишься счастливым. Образование детей лежит с виду на хрупких, но стойких плечах. В Люберецком округе с молодым поколением работает свыше двух тысяч педагогов. Для гостей торжества воспитанники творческих коллективов показали вокальные и танцевальные номера. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А в техникуме имени Юрия Гагарина отметили День среднего профессионального образования. В этом году системе исполнилось 83 года. На праздники работали мои коллеги. На сегодняшний день в Подмосковье большой спрос на профессиональное образование. Торжество в Люберецком техникуме началось с вручения почетных грамот и медалей преподавательскому составу за их труд и вклад в развитие новых специалистов. Вы продолжение тех лучших профессий, лучших трудовых подвигов, коллективов. Поэтому, ребята, без лишних слов, наше будущее в ваших руках. Поэтому впитывайте это образование, получайте лучшее образование в нашей стране и всему коллективу. Хочется сказать огромное спасибо. На празднике студенты показали видео про одного из своих педагогов – Александр Старченко, в прошлом пилот-вертолетчик. Всю свою жизнь он посвятил авиации и прослужил более 20 лет. В настоящее время личный опыт передает ученикам. Я преподаю авиационные предметы. Но эта профессия мне известна, я из армейской авиации. У нас специальность в производстве и обслуживании авиационной техники. Мы на вертолет обращаем особое внимание, изучаем со студентами, как сам вертолет, силовые его установки, ну и как его нужно обслуживать. Для многих студентов вовлеченность в обучение вызывает педагог, у которого большой опыт за плечами. Так Александр Старченко на настоящих деталях и макетах тренирует студентов. Мы учимся на специальности – это производство и обслуживание авиационной техники. А выбрали мы ее, потому что это, на мой взгляд, моя профессия. У нас есть в кабинетах во многих настоящие макеты двигателей, разные детали. Нам на них показывают, все обучают, рассказывают нам полностью. Более двух тысяч учащихся отметили свой профессиональный праздник. Техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина входит в топ-100 лучших техникумов Российской Федерации. Анастасия Клазинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Осень, пора дождей и ранних сумерек. Вопрос о правилах дорожного движения становится особо важным в такое время года. Инспектор Люберецкой госавтоинспекции напомнил об этом на профилактическом уроке для школьников начальных классов. Тему продолжит наш корреспондент. Место проведения акции Люберецкая школа номер 26 на улице Урицкого выбрано не случайно. Здание начало функционировать только в этом году. С приходом новых учеников начальных классов особо важно уделить время для напоминания о правилах пешеходного перехода. Запомните, если есть знаки такие, но зебры не успели нарисовать, можно переходить дорогу, только убедившись, когда машина полностью остановится. Инспектор акцентировал внимание на знаки, которые разрешают переход дороги, где нет светофора, объяснил, на какой цвет можно начинать движение. И особо важным было напоминание о светоотражающих элементах. С помощью них пешеходы становятся заметнее. Я бы хотела дать совет детям, чтобы прежде чем перейти дорогу, надо остановиться и посмотреть по сторонам. Если есть светофор, то надо дождаться зелёного света. Если нет светофора, ещё раз посмотреть по сторонам и пройти. Помогают светоотражающие наклейки или браслеты, которые можно носить с собой. В конце профилактического урока юным пешеходам раздали сувениры. Новые светоотражающие наклейки школьники приклеили на свои рюкзаки. Мечты должны сбываться. Одно из них студенты Звенигородского финансо-экономического колледжа осуществили, посетив редакцию телеканала ЛРТ. Эмоции и впечатления гостей в нашем следующем сюжете. Ознакомительные экскурсии на ЛРТ проводят регулярно и для детей, и для взрослых. Гости редакции сегодня – будущие финансисты и экономисты. Познакомиться с внутренней кухней телеканала хотел каждый из них. Студентам рассказали, как рождаются новостные сюжеты и кто за ними стоит. Показали специфику видеомонтажа и пригласили в студию, где каждый смог себя попробовать в роли ведущего. С добрым утром, люберцы. Меня зовут Никита Ермаченков. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Пусть сегодня чудесное солнечное настроение и оптимистические мысли сопровождают вас на пути к успеху. Большой интерес вызвала студия звукозаписи и работа за режиссёрским пультом, который позволяет выводить в прямой эфир видеокамеры. За процессом выпуска новостей ребята наблюдали не только в аппаратной. Очень интересно было окунуться в новую для себя сферу. Было интересно посмотреть, познакомиться с людьми, которые здесь работают. Очень интересно было попробовать себя в роли ведущего, в роли ведущего новостей. Попробовать себя на фоне хромакея. Тоже сказать пару слов в камеру. Мне очень понравилась экскурсия. Это было познавательно, это было интересно. Нам дали возможность поучаствовать, можно сказать, в процессе съёмки. Показали, как это делается изнутри. И это было действительно познавательно. Экскурсия завершилась общей фотографией. Студенты Звенигородского финансово-экономического техникума остались под впечатлениями и захотели снова приехать на ЛРТ. И их желание исполнится. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В картинной галерее Люберец прошло вручение волонтёрских книжек. Ряды добровольцев пополнились новыми участниками. Как прошла торжественная часть, расскажет наш корреспондент. В России волонтёры-доброволец равнозначные понятия. Это человек, который безвозмездно выполняет любую работу или занимается общественной деятельностью. И с каждым годом количество таких людей растёт. Неравнодушных людей действительно. И в ситуации, и в целом становится всё больше и больше. В четыре раза у нас увеличилось количество волонтёров. И это не просто цифра на бумаге. Это реальные люди, реальные ребята, которые сегодня сопровождают более ста мероприятий. Волонтёры участвуют в ярких и важных событиях городского округа. Вкладывают в дело свои навыки и время. Помимо помощи в организации мероприятий, это и новые знакомства с людьми, у которых уже есть общие интересы. Ребята, вы вступаете в ряды такого сообщества, очень правильного, позитивного. Самое главное, что ни одно наше мероприятие, массовое, культурное, ни одно мероприятие не проводится без вас. Спасибо вам за это огромное. За свои достижения волонтёры получили почётные грамоты. Анни Фельдман, глава городского округа Люберцы, вручил благодарственное письмо за активное участие в волонтёрском движении. Волонтёрством я занимаюсь больше пяти лет в этом городе конкретно. И мне нравится это дело, в принципе, помогать людям. Это новые знакомства, во-первых, много полезных дел и наград. Больше всего мне нравится, конечно, организация мероприятий и навигация и помощь во время этих мероприятий. Ряды волонтёрской организации пополнили 200 новых добровольцев. На территории Люберецкого округа их численность превышает тысячу человек. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В начале октября в России отмечают День пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус. Его учредила Генассамблея ООН в 1990 году. В Люберцах для представителей старшего поколения состоялся праздничный концерт. Как поздравили седовласых виновников торжества, расскажет наш корреспондент. Местом встречи людей старшего поколения по традиции стал Люберецкий дворец культуры. Задолго до начала концерта фойе актового зала уже не было свободных мест. День пожилого человека – ещё один повод встретиться со старыми друзьями. Хотим поблагодарить наших депутатов, наших организаторов, что они нас не забывают, что они нам преподносят такие сюрпризы, концерты, подарки. Мы очень всем благодарны. Всем большое-большое здоровья, удачи, долгих-долгих лет. О нашем руководстве, чтобы она заботилась о нас только так, как сейчас. И ещё лучше. Спасибо, спасибо всем большое. От всей души. Виновников праздника порадовали своими выступлениями детские творческие коллективы. Со сцены прозвучали поздравления от представителей духовенства и руководства городского округа Люберцы. Сегодня ваш день, сегодня ваш праздник. Хотя какой-то один день определить для людей, которые на протяжении всей своей жизни трудились, создавали новые объекты на территории нашего города, на территории нашей страны, воспитывали молодёжь. Конечно же, одного дня мало. Я желаю только всем здоровья, здоровья вам, здоровья вашим семьям, чтобы мы все развивались, шли вперёд, чтобы Люберцы становились ещё краше, комфортнее, чтобы в нём было приятно жить, воспитывать детей, внуков. В городском округе Люберцы проживает более 80 тысяч людей старшего поколения. Около 12 тысяч посещают клуб «Активное долголетие». На концерте представители сообщества, которые посещают занятия по скандинавской ходьбе, выступили с показательным номером. В Льюберцах с 16 по 30 сентября проходила областная акция «Наш лес, посади своё дерево». Её проводят с 2013 года в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес». В заключительный день главными локациями стал сквер около Ухтомского пруда и территория лингвистической школы. Экологическая акция собрала более 300 детей и взрослых. Перед началом посадки Люберчан ждала развлекательная программа с участием аниматоров, песни и стихи о природе. Ты дерево сегодня посади, ухаживай за ним, люби, расти. Весной она прекрасным новым цветом расцветёт, летом она подарит тень и от жары спасёт. В акции «Наш лес, посади своё дерево» Люберецкие школьники участвуют каждый год. В течение сентября ребята озеленяли скверы и дворовой территории саженцами берёзы, сосны, липы, барбариса и яблони. Теперь высаживают сирень и рябину. Я не первый раз участвую в такой акции. Я думаю, что это важно для каждого школьника помочь не только природе и делать свой вклад в экологию, так сказать, но и вообще в жизни в школе, я думаю, это очень важно для всех. Я сегодня буду сажать рябину, а кто не знает, это символ благополучия и счастья в семье. И счастье в семье нужно для каждого. Младшие школьники тоже не остались в стороне. Кусты сирени высаживали с родителями. Зеленение природы – это очень важно, я считаю. И детям это нужно прививать с детства. Присоединился к акции и Владимир Волков. Вместе со школьниками глава округа высадил саженцы рябины. Старшеклассники пообещали их поливать каждый день. Наши ребята активно принимают участие в подобных рода акциях. Мы охотно и с благодарностью всегда принимаем в них участие. Посадив эти деревья, ребята каждый раз ухаживают за саженцами, потому что это их детище и переживают, чтобы всё было хорошо. На территории лингвистической школы высадили 60 саженцев сирени и рябины. Всего в рамках экологической акции округ озеленили ещё тысячу деревьями и полутора тысячами кустарниками. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Ещё одна традиционная экологическая акция прошла в Люберцах. На этот раз жители городского округа сдали на вторичную переработку старую бытовую технику. Кроме того, они приняли участие в различных конкурсах от организаторов проекта. Подробности в следующем сюжете. Эти телевизоры, холодильники и телефоны уже давно перестали работать. Но даже сейчас они могут приносить пользу. А точнее элементы, которые находятся в них при грамотном обращении бытовой технике, можно дать вторую жизнь. Очень важно электронику не отправлять на полигон, а передавать на утилизацию. Там, где она будет разобрана на компоненты и уже вовлечена во вторичный оборот. Особенность утилизации на нашем предприятии – это ручная разборка. Акция школы утилизации электроника проходит в Московской области с 2016 года. Её основная цель – не только собрать отслужившую старую технику, а прежде всего – воспитать в людях ответственные отношения к окружающему миру. На этот раз организаторы акции привлекли внимание к этой теме с помощью чемпионата по распайке компьютерных плат. В то время как студенты городского округа справлялись с этим заданием, школьники собирали и старые техники роботов. Это роботы руки, а так это телевизор. А так ещё больше интересного рассказать не могу, потому что мы его ещё не доделали. Добавить пару системных блоков или же ещё пару телевизоров. Городской округ Люберцы – постоянный участник этой акции. В 2020 году муниципалитет был признан эко-героем за популяризацию раздельного сбора электронных отходов. В прошлом году жители округа сдали 29 тонн старой бытовой техники. В этом году, по словам организаторов, эта цифра будет ещё больше. Луиза Эйгия-Сарян, Тенис Заугольников, телеканал ЛРТ. Музейно-выставочный комплекс продолжают удивлять необычными и интересными проектами. В одном из залов картинной галереи проходит выставка живых экспонатов. Люберчане могут увидеть бабочек, привезённых из Филиппинских островов, а также обитателей террариумов. Это парусник полинур. Она имеет характерный зелёный цвет, чтобы ей было легче прятаться в зелени. Под разными углами вот эти вот диагональные линии, которые сейчас светло-зелёного цвета, становятся ближе к голубоватому цвету, чтобы ей было ещё легче маскироваться в воде. Знает о бабочках всё и даже немного больше. Наталья Фиданц – один из координаторов выставки «Чудеса тропика». О самых красивых насекомых может рассказывать бесконечно. Я даже это не считаю за работу. Это как вот… Смотри-ка. Прихожу как к себе домой. То есть для меня бабочки – это такая вот большая семья. И я забочусь о них. А забота бабочкам нужна колоссальная. Чтобы продлить их и без того короткую жизнь, организаторы выставки создали специальный шатёр, где поддерживается определённая температура и влажность. Два раза в день тропических красавиц кормят медовым сиропом. Руками каждую бабочку нужно прокормить вручную. Если этого не делают, бабочка просто погибнет. В среднем бабочки живут конкретно те виды, которые представлены у нас на выставке от трёх дней где-то до двух недель. А в природе бабочки живут от нескольких часов до года где-то. Всё зависит от вида и от реала их обитания. На выставке представлено 13 видов филиппинских бабочек. Коллекция живых экспонатов обновляется и дополняется каждую неделю. Мы увидели рекламу в телеграм-канале и решили после школы с детьми сходить. Для детей это важно, это развитие. С бабочками они встречаются только летом на даче где-то. Кроме живых бабочек в этом зале представлена большая коллекция сушёных насекомых от известного советского энтомолога Андрея Нисковича, а также террариумы с пауками, скорпионами и даже питоном. Посетить выставку можно до 5 ноября включительно. Байкеры закрыли очередной мото-сезон. В городском округе уже по традиции в честь этого состоялся грандиозный фестиваль. Он собрал представителей мотоклубов и всех, кто любит прокатиться на железном коне. Как всё прошло, покажем в нашем следующем сюжете. Несколько минут до старта массового мотопробега сотни байкеров из разных уголков России собрались у сквера Победы в Малаховке, чтобы принять участие в заключительном в этом году заезде и подвести итоги ушедшего сезона. Без происшествий всё было хорошо, стараемся не нарушать правила. Всё прекрасно и погода радует. Традиционно приехали уважить организаторов, посмотреть мероприятия, посмотреть знакомых. Всё пройдёт нормально. Главное, чтобы никто там не сломался по пути, не заглох. Тогда едем, будет торжественная часть. Всех поздравим и разъедемся. Фестиваль «Свобода двух колёс» традиционный. В этом году он проходит уже в 17-й раз. Масштабный праздник собирает байкеров из Люберец, Москвы, Раменского, Жуковского и Бронец. География участников с каждым годом расширяется. У нас даже раньше из Риги приезжали ребята, с Украины, Белоруссии, Молдавии приезжали. И сейчас приезжают, просто мы не со всеми знакомы. И эти мероприятия, они к тому и подводят, чтобы мы знакомились. Потому что география нашей страны, она-то с каждым годом всё увеличивается. И люди приезжают к нам, в дальнейшем мы приезжаем к ним. И это и есть та радость, радость общения, ради чего мы здесь и собрались. Маршрут мотопробега тоже остался неизменным. Старт в Малаховке, далее Жуковске, Раменское и обратно в Люберце. В сопровождении сотрудников ГИБДД большая колонна начала своё движение. Финиш мотозаезда «Летний парк» в Малаховке. Там участников фестиваля ждала насыщенная концертная программа. С живой музыкой, зажигательным огненным шоу, увлекательными конкурсами и подарками. А в заключение праздника в небе над парком прогремел салют. На территории Московской государственной академии физической культуры открыли бюст Сергея Белова. Легендарный баскетболист, выпускник этого учебного заведения, окончил его в 1977 году. Тему продолжит Луиза Егезарян. Его достижения и заслуги можно перечислять бесконечно. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, многократный победитель и призёр чемпионатов мира. Сергей Белов – один из самых именитых игроков отечественного и европейского баскетбола 20-го столетия. Мы все сразу же вспоминаем 72-й год, Олимпийские игры, финал с командой США. Его вклад в эту значительную, эту огромнейшую победу, которую вспоминают сейчас как одну из легендарнейших спортивных сражений и легендарнейшую победу нашего отечественного спорта. Факел, который зажег Олимпийский огонь, который был на Олимпиаде в Москве, в нашей столице, нашей родины, нёс как раз-таки Сергей Александрович. Это высочайшая оценка, высочайший уровень доверия. И, конечно же, спортсменов выбирали среди всех. И самый достойный был как раз-таки Сергей Александрович. Московская государственная академия физической культуры богата именитыми выпускниками. Только призёров и победителей Олимпийских игр насчитывается более 250. Этот бюст положил начало Аллее Славы в честь знаменитых спортсменов, которые в своё время учили здесь. Инициатор проекта – дочь Сергея Александровича Наталья Белова. Я тоже училась в академии. Но вот в Гацаливке, в Центральном институте, у них есть аллея своя. Вот именно Славы своих великих не только спортсменов. У них есть и тренеры, у них есть и преподаватели. А здесь, в академии, которую заканчивал Сергей Александрович, такой аллеи не было. Я вышла с предложением к руководству академии, они поддержали. И вот сегодня был исторический момент, когда мы открыли. И мне очень почётно, что бюст Сергея Александровича будет первым возглавлять эту аллею. После торжественного открытия скульптурной композиции состоялось возложение цветов. Затем почётным гостям вручили сувениры – маленькие копии бюста Сергея Белова. В округе прошли соревнования по мини-футболу и турнир по келе. Спортивное событие на стадионе «Звезда» объединило более 300 человек – и детей, и взрослых. Подробнее расскажет наш корреспондент. В соревнованиях по мини-футболу участвовало четыре команды. Все игроки – воспитанники Люберецких спортивных школ. Леониду Сальникову – 11. Первый раз вышел на поле в пять лет. Футболом заболел сразу. К сегодняшней игре команда готовилась серьёзно. Футбол чем привлекнул, просто уже не помню. Криштиан, например, допустим, тот же. А эта игра, ну, довольно хорошо. Кшору проигрывали 2-1, а сейчас уже 2-0 выигрываем. Поэтому можем взять сейчас золото. Пока юные футболисты борются за первое место, на основном поле стадиона проходит турнир по келе. Играть можно и руками, и ногами. Основная цель игры – занести мяч в зачётную зону противника, которая находится за одной из линий игрового поля. Пошло, пошло, пошло! Это работает! Турнир по келе в округе проводят впервые. Его организовала Федерация традиционных видов спорта «Двуглавый орёл». Участвовали команды из Москвы, Рязани и две из Люберец. Традиционные русские виды спорта – это как раз наша, так скажем, и вотчина, и то, что мы пытаемся делать и развивать. Кела, в общем-то, это древнерусская забава. Это ещё в Новгороде Великом так забавлялись, так скажем, и крестьяне, и бояре. Через века это пришло к нам. Естественно, какие-то правила разработали. И сейчас вот эту народную забаву немножечко переводим, так сказать, в ранг спортивной игры. Константин Гудков обводить соперника и забивать голы умеет с детства. Научили в Люберецкой футбольной школе «Звезда». Навыки, приобретённые на тренировках, пригодились и в игре в келу. Я думаю, что кела потруднее всё-таки. Потому что здесь, как если, может быть, вы заметили, у нас часто замены происходят. Вот, очень такой динамический вид, потому что поле меньше. Здесь всё-таки и ногами играют, и руками. Вот, руками, конечно, вот все вот эти вот стандартные формы круглые, да, они удобнее, чем вот этот элипсоид. Надо бегать, надо немножко найти элементы борьбы, потому что есть как бы вот эти вот стычки, да, с соперниками. Команда «Наш дом» одержала победу над всеми соперниками и в очередной раз подтвердила, что Люберцы – территория спорта. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте LRT.TV или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова